Здарова народ, на связи Xperavid и слава Украине! У нас вышло обновление в первой части Грэйни, ребят, это удивление абсолютно для всех. Тут добавили новые приколюхи и добавили нового персонажа Анжелу. Ну, я уверен, что вы уже на неё успели наглядеться вдоль и поперёк, так как я записываю это видео не в день обновления, поэтому особо на ней зацикливаться не будем, просто сегодня пройдём игру. Ну а с вас обязательно лайк, не забываем подписываться на мой канал, кто ещё до сих пор не подписан, или пейте свои клёвые комментарии. Но для начала, небольшая рекламка. У вас, как и у меня, скоро день рождения, и вы не знаете, где заказать торт, тогда я нашёл для вас решение. Вам нужно к моей сестре, потому что она приготовит для вас не только вкусный, но и красивый торт. Она выслушает все ваши пожелания по вкусу и тематике, будь то супергеройка, машинки или что-нибудь другое. Ссылку на её инстаграм я оставлю в описании. Кстати, ребят, как вы думаете, кто такая вообще Анжела, откуда она здесь взялась? Дело в том, что сперва я думал, что Анжела это, ну, возможно, сестра бабушки Грени. Грени, о, привет. Но, потом, я подумал, а зачем бабушке Грени вообще, в принципе, Анжелу тогда держать заперти? Для чего? И тогда я решил немножечко погуглить, почитать по эту игру, и оказывается, ребята, выяснилось, что в мобильной версии этого нет, но есть версия на ПК. Там, где есть начальная сцена, как мы попали к бабушке Грени, как мы шли по лесу, она нас, короче, догнала и посадила. И мы нашли то ли записку, то ли где-то на дереве это было, по-моему, вышкреблено. Я не помню, но там написано, что была там какая-то девчонка, которая сюда попала, и нам не написали, типа, выбралась она или нет. То есть, мы об этом не знаем. Возможно, Анжела и есть та девчонка, которая самая первая побывала у бабушки Грени как жертва. Ну, чисто как вариант, то есть, я не удивлюсь. Это достаточно прикольная, типа, знаете, такая вот история. Ой, пора спать. Ну, спать! Всё, две минуты у нас есть. Поэтому, ребят, мне кажется, это достаточно... Ну, реально... Да чё я выбросил? Это реально, ну, как по мне, хорошая история. То есть, знаете, дополнение. Просто я не знаю, почему они на мобильную версию решили не вставлять эту начальную сцену. То есть, мы здесь просто просыпаемся и всё. А вы напишите мне в комментариях, как вы думаете, и вообще, знали ли вы за этот прикол. Потому что у меня вообще есть идея снять ролик, типа, о чём вы не знали про бабушку Грени. Так, ну чё, попадём, не попадём? Блин, чё-то мимо... Блин, я, по-моему, мимо, да? Нет, попал. Так, кто-то потерял голову. Хотя, я думаю, что сперва все, наверное, подумали о том, что Анжела это сестра бабушки Грени. Вообще, я не знаю, зачем её на самом деле добавили. По сути, она... Ну, если как для истории, то, возможно, прикольно. Если это она реально была до нас, и так долго она здесь пробыла. Ну, а так-то от неё особо толку нету. То есть, она реально что есть, что нету. То есть, мы её просто освободим, она там что-то поползает. Просто дополнительное какое-то задание. Возможно, такое же будет ещё во второй части или в третьей части. Возможно, у разработчиков есть какой-то план определённый. И они решили проверить её именно вот в обновлении бабки Грени первой части. Так, надо немного рубануть. Ключик. Хотя, как по мне, вот именно первая часть бабушки Грени получилась, наверное, самая лучшая в плане сложности. Ну, третью часть я проходил, но сложности особо не было, если честно. Если там, ну... Я понимаю, что когда ты уже знаешь, где чё, как проходить, то это, в принципе, не особо-то и сложно. Но всё равно в первой части, мне кажется, головняка побольше. Мне кажется, скоро нам придётся ждать обновления ещё во второй и третьей части по-любому. А может, это подготовочка к какой-то и новой игре про анж... Так, ну здесь мы сейчас что-то подымем. Так, на сегодня тоже освободим. Мы ещё и к слендерине обязательно заглянем. О, молоток. Как раз доски повыбиваем. Ну, ты... Что такое? Чё, как дом? Кстати, книга на полке. Отбили, хорошо. Есть и другие доски, которые тоже желательно поотбивать. Так, она сюда сейчас придёт, нет? Но она должна услышать была этот грохот. Вот она. Кстати, а это пятно всегда тут было? Я не замечал. Мне кажется, поярче немного стало. Ну, то есть красок добавили. Или мне кажется? Угу, не нужно. А какой у вас самый любимый вообще способ отсюда сбежать? Кто-то, может, через машину любит. Кто-то ещё, может быть, откуда-то. Бабуль, ты давно дрыхла? Охота на Грэнни. Кстати, я столько шумел... А, вот она. Попал. Отдай. А, пройти... Давай, иди отсюда. Ля стала, короче, поперёк горла. Давайте сейчас Мишку, наверное, отнесём к Сандерине. Потом, наверное, в самом конце уже Анжелу отпустим. Анжел, это тут? Не скучай, я скоро приду. Ну, что ты нам запоёшь? Не запела. Просто музычка. Хотя, можно было ей уже разработчикам придумать какую-то песенку или что-то в этом роде. Ну, почти сбежали. Так, книга была на шкафчику. Бабуля, наверное, ещё не проснулась, да? Ты свободна! А чё рычит? Слышите, рык какой-то из... Я, кстати, не замечал. Анжела! Ты свободна! Но она сейчас не поползёт. Она, по-моему, потом уже там что-то выползает, начинает там что-то... Короче, надо сваливать отсюда. Бабуля! Where are you? А вон и она. Покеда! Ребят, я надеюсь, что прохождение вам понравилось. Правда, в конечной сцене я почему-то рассчитывал ещё увидеть и Анжелу. Ведь мы её тоже, типа, освободили. Ну, да ладно. Была только Слендерина, Медвежонок и Бабушка Грэйни. Не было Анжелы. Ну, так и не было, короче. Всё. С вас обязательно лайк, ребят. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто ещё до сих пор не подписан. Лепите свои клёвые комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всё, что вам нужно, вы найдёте в описании. Пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok